Пару часов передремали. Ага. Наверное, часа четыре прошло, да? Ой, не, наверное, больше. Серёжа, сейчас пол седьмого. Больше, наверное. Часов пять. Вон уже рассвет. Это мы где-то в час остановились. Да, по-моему, в час. Ну, где-то около. Короче, вон уже пять часов. Нормально поспали. Какой там туман? Я вижу, наверное, что... Потому что у нас окна запотели. Всё, продолжаем движение. Мы же в Ригу едем. А то мы едем, едем, а куда? Короче, странная штука. Едем мы ещё по Литве. Заправки, короче, странные тут в Литве. Мы сейчас приехали на заправку. Она вообще закрыта. Работает с восьми. У нас заправки круглосуточно работают. И ещё одна штука странная. Очень часто платные туалеты на заправку. Как бы для нас это странно. У нас на заправках везде бесплатно. Даже душевые есть бесплатные. Нашли мы кемпинг. Такая стоянечка. Небольшая. Столик со стульчиками есть. И там за фурой есть туалет. Раз заправочки закрыты, сейчас мы сами себе кофе варить будем. Мы тут по случаю приобрели себе вот такую штуку. Как газовая плита. А, это газовый баллон. Да, это газовый баллон. Сюда подключается баллон. И всё, и горелка будет. Сейчас будем не пить с водой для кофе. Вот, вот так вот она разбирается, собирается. Так, запускаем газ. О, газ пошёл. Оу, что такое? Ничего себе, пламя. Что происходит? О, всё, вот теперь как надо работать. Ну, вот типа... Нужно на землю поставить вот здесь. Оу. Пинучка. Вот так вот, наверное. Всё, ждём, когда закипит. Так, ну что, водичка греется. Боже, порог пошёл. Скоро будем пить кухень. Три фуры одна за одну. Попросыпались. Ага. Все на ригу крут. Спустя 10 минут. Начинает кипеть. И всё, кофе готов. А то они выдумали заправки, у них закрыты до 8 утра. Вторая кастрюлька воды подходит. Сейчас будем макарошки заваривать. Хватаю её, она кипит. Как говорит один известный белорусский персонаж, жесточайшая экономия. Что, давайте пробовать, что у нас получилось. Не нравится. А? Не нравится. Нормально, да? Володная. Ещё б ей не нравилось. По-моему, нормально. Не солёная? Не, нормально вообще. И остывает быстро, да? Ну, кстати, да, я остываю. У меня всё ещё горячее. Майонезик оббахнул. Вот такой у нас завтрак. О, и кофе. С чаем. Всё, сейчас позавтракаем и дальше. Вон, фура отъехала. Вот этот домик, это туалет. Там, конечно, трешняк. Яма просто в земле такая. Ну, знаете, я так посчитал. Там завтрак обошёлся где-то в 1 евро. Добро пожаловать в Латвию. В принципе, как бы, да, в общем-то, такие же правила. 50, 80, 90 на просёлочных. 80 всегда включен ближний свет. Как бы, такие же правила, как и в Литве. Единственное, я смотрю, здесь нету магистрали. Ну, по крайней мере, по знаку. Ну, такой же, да. Сразу, да, вот сразу тут фоторадары какие-то, знаки. Ну, вот они. Такие же. Такие же знаки, как и в Литве, по сути. Дороги, я читал, здесь бесплатные. По крайней мере, легковые. Так что, в принципе, нужно ездить и не бояться. Кстати, в Латвии мы ещё ни разу не были. Так что, для нас это новая страна. Начинаем её осваивать. Цены на бензин, я смотрю, такие же, как и в Литве. Ну, примерно, там плюс-минус. 1,2995 и дизель 1,21. И я так полагаю, что валюта здесь тоже евро, так же, как и в Литве. Сразу возле границы был город Бауск. Бауск? Бауск? Вроде как, ну, если я правильно говорю, Бауск. И мы тут подъехали. Баусский замок должен быть. Вот, по крайней мере, на картиночке он изображен. А, там. А, вон он и да. И точно, вон там стены полуразрушены. Сейчас пойдём ближе, посмотрим. Тут прям холмистая местность такая, да, смотри. А, не холмистая, это, наверное, ровка. Дорог такой. Круто. А, дорожка классная, да? А, там реклающая. Пошли туда, прелечка. Пошли туда, прелечка. Пойдём, пойдём по-моему. Пойдём по-моемуся. А пока же на что-то в обратном стороне надеть. О, красота какая. Смотри, река. А что здесь за река? Сейчас я по карте посмотрю. Ну, красиво тут, смотри. Отреставрированные, наверное, вот эти вот свеженькие стены. А то, наверное, старые, разваленные, да? О, тут ещё по лесенке спуститься можно. Слушай, это меня качают? Нет, они качаются. Штормит. Смотри, его там реставрируют ещё, видишь? Да, видишь. Башенку строят. Ну, конечно, грязновато тут. Бутылки, окурки. Как бы уроды везде находятся, которые сорят. Ну ладно, куда-то идут. Вон, вот этот заборчик, это всё дорожка. Туда, аж вдаль туда и по кругу идёт. Речушка красивая такая. Ну, мокрая. Фу, мокрая. А я прямо облокотился, да? Мы посмотрели. Сейчас пойдём вокруг замка. Походим. Я так подозреваю, что эта река так вокруг идёт. Вот там и были. И мне кажется, она вот так вот вокруг и туда идёт. А, тут работы полным ходом ещё идут. Бульдозеры, трактора стоят. Строят всё. Смотри, какие пушки. Ого, мать, это коротенькие. Как они, так как мортиры, по-моему, они называются. Вот такие коротенькие. Всё, давай. Поджигай! Бум! Ой, я думала. А я думала, они выпуклые. А они нарисовали. Я тоже. А они вот так вот штукатурочкой нарисованы. А из-за леса выглядит от него. Да. Я вообще думал, такой плиткой обложились вокруг. О, ворота. Идём? 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 Тут зайти можно? Ну, так там получается касса, посмотри. Это здесь касса, всё ясно. Ваши билеты, ты видишь, нахо и штуказанку. Опа, опа. Смотри, ворота прям вот новенькое всё такое, да? Свеже отстроенный замок. Там комнаты какие-то. И здесь тоже фонарики. А, вот такой дворик. И смотри, они тут ещё, эти башенки. 12 этажей. Да, там циферки есть. Ну, я не думаю, что там этажи там. Ну, что-то там 12 чего-то там. Там 12 этажей. Ой, смотри, ливнёвка такая. Ливнёвка. Красивый дворик. Красиво, да? Ой. Это оно как-то... Знаешь, с чем можно сравнить? Только вот с мирским как-то. Внутри у мирского замка вот немного интерьер как-то... Ну, немножко похоже. Да? А больше? Он крупнее просто. Мирский. Мирский, да. Он дворик сам побольше. А здесь такой, знаешь, миниатюрный. А мне кажется, там на балкончик можно подняться. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот такой красивенький замок. Тут ещё одна пушка какая-то. Там была пушка и здесь тоже. Тоже старая. Тут её нашли. Тоже мушар оттуда набросали в неё. Здесь интересно. Здесь даже персонал одет под старину такую. Не так, как у нас там в обычной одежде сидят кассиры. О, а вот здесь уже начинается развалившаяся часть. Там даже сверху трава растёт, смотри. Трава сверху растёт. Он так прилично разрушен был. Да? Смотри, прилично разрушен был. Одни стены остались. Примерно вот как мы в Крево заезжали. Не, ну Кревский там совсем, мне кажется, был. А в Кревского остались там совсем чуть-чуть. Чуть-чуть стены, да. Здесь ещё как-то побольше стены, по крайней мере. Роса такая, что всё мокрое. А-а-а, смотри, прям рукавом, смотри, мокрое. Хорошая роса такая, да? Не забываешь, что ли? Руки, можно, ну, росою мыться. Да. Я готова кушу, что она... Ну, вот такие вот разваленные. Ну, сделает будет красиво. Хотя мне, знаешь... Ну, сейчас красиво. Ну, мне вот даже иногда вот в таком виде больше нравятся замки, чем когда их отштукатурят и сделают уже. Они выглядят просто более современно, а так более старинно. На холме таком. Прям вот с этих холмов виды такие. Вот опять река эта. Ну, смотри, смотрите, смотрите, какие камни. А у него рыбы посередине. Ну, я думаю, на камере видно не будет, но они прям такие здоровенные там посередине. Чёрные, видишь? Да, да, нужна. А там амфитеатр, да, я так полагаю? Похоже, что да. Угу, скамеечки там, типа сцены. Там солнышко светит. Ай, кто меня там кусал? Твою мать. А, слушай, кто меня так грызанул? Ничего себе больно. А, собака, как ожог. Ничего себе. Места типа заболела. Да. Как будто, блин, какой-то сигаретой порыжгли. Мне больно кусали. За ногу. О, пятно осталось. А я тут самолом буду. Места, немного заболела. Меня так больно ещё не кусали. Так, ладно. Всё это ерунда. А, только нога болит теперь. Собираемся выше. Что там, земляничка? Так, ну, вокруг здесь не обойдёшь. Здесь крутой обрыв. Покажи, что там происходит. Вот, смотрите. Ну, при желании, конечно, можно там, но мы этого делать не будем. О, такая высочленная стена. Что там у нас? Либо я верю. Ага. А, там ничего. Решёчина. Постучи в дверь. Может, откроют? Не знаю. Строительный материал. Какого-то повесить хотят. Да, какого-то повесить хотят. Там виселица. Колени. Нет, это ж надо будет не так. О, ну что ж. Блин, больно? Так, дошли мы до дупика. Теперь возвращаемся назад. О, один тебя с конём перепутает. Я не конь. Только я сказал, что приятно гулять одному без туристов. Хотя мы и сами туристы. Просто никого не было. Первая делегация пожаловала. Видимо, автобусом привезли кого-то. А где это мила она делась? А где это она спряталась? Тебе там понравилось? Так, пойдём ещё на этот холмик. Разберёмся. Сюда же можно подняться? И туда на речку ещё посмотрел. Тут точно? А, нет, там типа погребок. Там электрощитовая какая-то. Там холодильник. Там холодильник. И они даже нет едой. Оп-оп-оп-оп. Ну вот, мы забрались. Вон по дорожке мы по этой гуляли. Да. Пойдём на реку взглянём и поедем дальше. Там. О, красота какая. Какая-то дерево. Балочка. С высоты красиво, смотрите. В общем, красивое место. Светлана, как тебе понравилось? Да. Отлично. На Милане понравилось? Конечно. Вот. Можно сюда приезжать, погулять. Местность тут красивая. И сам замок такой симпатичный. И от Риги тут 70 километров получается. Вот мы на въезде в этот город видели указатель, что до Риги 71 километр. Ну, всё, садимся в машину. Сейчас до Риги едем.